Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркет», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает насыщенная торговая сессия. Я бы даже сказал, она немного перегружена на фундаментальные события, но есть то, что есть. Сегодня сразу же несколько выступлений чиновников мировых центральных банков, которые точно привнесут волатильность на финансовые рынки. В 19.00 ждем выступления Лагард, в 20.00 время по GMT выступления главой Федрезерва Джерома Паула, в 21.00 через час после этого выступление Эндрю Белли, который возглавляет Банк Англии. Ну и до этого, собственно, скучать не придется, потому что ждем данные по промышленной инфляции в США в 13.30 по GMT. И в это же самое время выйдет еще отчет традиционный для четверга первичные заявки на пособие по безработице. Снова, друзья, напоминаю, что ни в коем случае нельзя недооценивать этот релиз. Мы вообще анализируем каждую статистику, которая касается американского рынка труда, потому что хотим заранее получить представление о том, что же происходит по месячной динамике non-farm payrolls, ну или приблизиться к более-менее реальным показателям. И если вы, так же, как и я, внимательно следите за тем, что в Штатах происходит, за рынком труда, за инфляцией, то, конечно же, эти отчеты тоже никак не должны вами игнорироваться. До американской статистики еще будет европейский фундаментальный фонд. В 10.00 по GMT ждем данные по ВВП еврозоны и промышленному производству. По основным торговым идеям все складывается, друзья, прям лучше некуда. Тренд на укрепление доллара продолжается, мы прекрасно понимаем и знаем, с чем это связано. Рисковым инструментам приходится не сладко. И мы делаем цель за целью по основным торговым идеям, которые придерживаемся уже много месяцев, которые когда-то определили в качестве основы для нашего подхода к анализу фундаментального рынка с учетом изменений мировых курсов монетарной политики и с учетом того, что должно было происходить с долларом. Американская валюта, друзья, индекс доллара 106.60. Я не был уверен, что мы сможем уйти настолько высоко за столь короткий промежуток времени. И допускал, что после новости о победе Трампа на выборах, вот мы как раз уперлись в эти локальные максимумы, рядом с которыми будем консолидироваться какой-то промежуток времени, период продолжительный даже, как минимум до инаугурации Трампа, пока у нас не будут на руках фактические действия новоиспеченного американского президента. Но индекс доллара, судя по всему, даже не собирается тормозить. Данные по инфляции, которые вышли вчера, в соответствии с ожиданиями, рос показатели с 2,4 до 2,6%. Базовая инфляция осталась на прежнем уровне 3,3%. И, соответственно, как мы анализируем данные по индексу потребительских цен? Мы смотрим, есть ли подтверждение дезинфляционного тренда. Поскольку понимаем то, что инфляция выросла, значит, мы можем сказать, что этот дезинфляционный тренд замедлился. И, по идее, это создает условия для того, чтобы американский регулятор занял выжидательную позицию и не сильно-то уж торопился с тем, чтобы снижать ставку на каждом заседании подряд, которые будут в ближайшее время. Если мы посмотрим на инструмент FedWatch Tools сейчас, то после выхода данных по инфляции, честно говоря, в декабре по ожиданиям ничего-то не изменилось. И рынок как был уверен в том, что ставку снизят, так, собственно, эта уверенность сохраняется. 83% вероятности того, что ее скорректируют на 25 базисных пунктов. Но касательно декабря нам особо этот период уже не интересен. Я предлагаю смотреть вперед уже на первый квартал 2025 года. И здесь, уверен, найдутся спекулянты, которые скажут, что при таких данных по инфляции, особенно если будет еще сюрприз в виде неплохого отчета по Nonfarm Pels, я в этом, честно говоря, много сомневаюсь, то у Федеризерва вообще не будет оснований, чтобы продолжать снижать ставку в первом квартале, и нужно будет уже дождаться впоследствии реформ Трампа, которые предполагают восстановление новых торговых барьев, пошлин и, соответственно, тех ограничений, которые могут внести определенный негативный, добавить негативный эффект в международную торговлю. Нужно также понимать, что, да, эти изменения в конечном счете будут учитываться всеми, потому что это очень важный фундамент для определения вообще будущего на мировой финансовой системе. Но на текущем этапе я считаю, что раз уж мы получили подтверждение, замедление дезинфляционного тренда, то, скорее всего, можно расслабиться, потому что если тенденция сохранится и дальше, то будет больше оснований для того, чтобы американский регулятор ставку больше не снижал. Касательно последствий именно политики Трампа, его экономических последствий и воздействия его реформ на данные по инфляции, мы тоже этот момент уже обсуждали. Если эти тарифы все-таки будут введены по очень высоким ставкам, это точно распространится на все страны, которые имеют профицит торгового баланса касательно торговли США. Не только Китай, это Тайвань, Южная Корея. И это просто удлинит цепочки поставок многих товаров, которые идут сейчас в США. Они будут добираться до США, но через большое количество вот этих прослоек региональных. Это все будет накручивать цену. И на внутреннем американском рынке будет совершенно другой ценник. Отсюда и ожидание потому, что инфляция будет дальше расти и еще больше ограничивать вот эту вальяжность американского регулятора по снижению ключевой процентной ставки. И я снова также дополнительно делил акцент еще и на миграционные вопросы, депортация мигрантов. Мы разбирали это в ходе прошлого брифинга. Я попробовал вам объяснить, чем чревато это тоже для усиления инфляционного давления. Поэтому в текущих условиях, друзья, не смотрите на то, что в декабре ставку снова снизят. Потом снижение ставки будет уже под вопросом, и рынок, судя по всему, готовится к этому заранее. Поэтому и доллар у нас растет, как, не знаю, на дрожжах. Это больше похоже на ракету. Смотрите на следующий уровень сопротивления, 107 и выше. Золото 1562 доллара за тройскую унцию, сантимент 65 против 35, толпа в длинных позициях, рынок идет против толпы. Ну и как золото не снижаться на фоне настолько бодрого доллара и значительного роста доходности американских облигаций? Десятилетние трежерис уже уперлись в показатели 4,5%. Это максимум с мая, друзья, это еще не предел. Поэтому здесь золото, конечно же, буду дальше поджимать. Я рекомендую смотреть на отметку 2,5 тысячи. По остальным идеям фунт против доллара 1,2682. Завтра ждем отчет по ВВП и промышленному производству. Ну и, разумеется, я такой же скептик, как и в отношении прежних ожиданий по британскому рынку труда. И по факту мы увидели очень слабую статистику. Те же самые ожидания и касательно ВВП и промышленного производства. Поэтому думаю, что пара фунт-доллар вот так вот благополучно улетит к отметке 1,25. Евро против доллара 1,0547. Ближайшая цель 1,05. И на этот уровень, учитывая его психологическую важность, может быть реакция. Поэтому я рекомендую фиксировать позиции там. Евро валится из-за укрепления доллара. Корреляционная связка всем ясна. И, конечно же, ЕЦБ и Еврокомиссия очень сильно пугают эти торговые барьеры. Тарифы, которые будут в конечном счете вводиться администрацией Белого дома, Трампом. И которые негативно отразятся на темпах роста европейской экономики. Потому что, судя по всему, Евросоюз будет одним из наиболее пострадавших регионов. Доллар иена, друзья, 156 иен за доллар. Небольшой эффект ФОМА. Но не стоит расстраиваться. То, что мы фиксировались на отметке 155 иен за доллар. Это была очень хорошая сделка. Всех денег не заработаешь. Иена сейчас аутсайдер. Потому что все прекрасно понимают, что есть большой временной гэп до инаугурации Трампа. И до первых решений, которые будут предполагать потенциальное развязывание торговых войн. И до этих пор Банк Японии даже не подумает о том, чтобы ужесточить политику и повысить процентную ставку. Но чем выше пара доллар-иена сейчас приближается к отметке 160 иен за доллар, тем выше будет вероятность интервенций со стороны японского регулятора. И я думаю, что это, скорее всего, будут пока вербальные заявления. Но нужно быть готовыми к тому, что вот этот рост уже скоро замедлится. И мы будем искать эту точку для долгосрочных продаж. Рынок нефти 72 доллара за баррель. Цель 70 долларов за баррель. Сегодня еще выйдет отчет по запасу нефти США. В случае роста показателя котировки могут столкнуться с дополнительным опрессом. И пару еще идей. Доллар канадец. Здесь просто констатируем достигнутый целевой ориентир 1.40, друзья. Цель выполнена. Я вас всех поздравляю. Доллар франка тоже активно растет. Следующий целевой ориентир уже достигнут. Практически это значение 0.89. Произошло это не только из-за укрепления доллара, но еще и на фоне комментариев Мартина Шлегеля, который возглавляет Национальный банк Швейцарии, о том, что ставка в конечном счете в Швейцарии будет уведена на отрицательную территорию. И биткоин. Новые исторические максимумы. 90 тысяч текущие котировки локально были и выше. Поэтому при таком энтузиазме, почему бы нам, друзья, не замахнуться, казалось бы, на абсолютно нереалистичный, но уже настолько близкий уровень в 100 тысяч долларов за один биткоин. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.